В королевстве полном счастья и радости жили король с королевой. Они мечтали только об одном, чтобы у них родился ребенок. Когда они уже потеряли всякую надежду, у них родилась дочь. Она была очень милой и красивой. По этому случаю был устроен большой праздник, и во дворец было приглашено множество гостей, среди которых были и добрые волшебницы. Им был оказан самый теплый, самый радушный прием. Но король с королевой допустили большую ошибку, они забыли пригласить еще одну волшебницу. Она уже много лет не покидала свою башню, и все думали, что она давно умерла. Когда настало время дарить подарки принцессе, феи щедро наградили ее красотой, добрым сердцем, умом, прекрасным голосом, умением танцевать и играть на различных музыкальных инструментах. Когда очередь дошла до последней волшебницы, в зал неожиданно вошла злая фея, которую забыли позвать на праздник. Для нее тут же принесли столовые приборы, но она посчитала, что ее встретили не так почтительно, как следовало бы. Отодвинув от себя кубок и тарелку, она пробормотала какое-то заклинание. Колдунья пожелала, чтобы в день своего шестнадцатилетия принцесса уколола себе руку веретеном, и от этого умерла. Королева горько заплакала, услышав пожелание злой волшебницы, а король приказал схватить ведьму. Но она уже исчезла со зловещим смехом. К счастью, последняя из фей еще не успела произнести свое пожелание принцессе. Она не могла отменить заклятие, но пообещала, что девочка не умрет, а только заснет глубоким сном до тех пор, пока ее не разбудит поцелуй любви. Король немедленно приказал уничтожить все веретена в королевстве. И вот наступил день шестнадцатилетия принцессы, день, о котором говорила злая фея. Принцесса выросла красивой и доброй девочкой. Король приказал трем волшебницам присматривать за ней. Феи охраняли ее, как зеницу ока. В этот день король и королева заперли девочку в комнате, чтобы предотвратить ужасное событие. Но принцесса не хотела сидеть в заперти. Вдруг, в стене ее комнаты появилась дверь, которую девочка никогда не видела. Она услышала странные звуки за дверью. Сгорая от любопытства, и не зная, что ее ждет, девочка вошла в нее. Дверь вела в темную комнату, в которой сидела какая-то женщина спиной к принцессе. Она пряла. Девочка никогда в своей жизни не видела веретено. Ей стало любопытно. Принцесса подошла к веретену, дотронулась до него, уколола палец и упала в непробудный сон. А той женщиной оказалась злая фея, которая очень обрадовалась, что ее заклинание сбылось. Теперь все называли принцессу спящей красавицей. Узнав о несчастье, добрая волшебница решила погрузить в сон короля и королеву и все королевство до пробуждения девочки. Вскоре вокруг замка выросли такие непроходимые заросли деревьев и колючих кустарников, что никто не мог пробраться сквозь такую чащу. Спустя сто лет прекрасный принцесс другого королевства отправился на охоту. Увидев издали башни заброшенного замка, он вспомнил старую историю про спящую красавицу, которую ему рассказывали родители. И принц решил попасть внутрь. Он с трудом прокладывал себе путь сквозь непроходимые заросли деревьев и колючих кустарников. Но в конце концов принц подошел к воротам заброшенного замка. Он обошел весь замок и заглянул в тронную залу. Там принц увидел спящих короля с королевой. Затем в одной из комнат он заметил спящую красавицу, она спала на кровати, украшенной цветами. Принц подошел к кровати, посмотрел на прекрасную принцессу и почувствовал, как любовь наполняет его сердце. Он не сдержался и поцеловал спящую красавицу. И в этот момент она открыла глаза и увидела прекрасного принца. Король и королева также проснулись, как и все королевство. Они были вне себя от радости. И в честь жениха и невесты тут же была устроена самая красивая свадьба, какую только видел свет. Жили они с тех пор долго и счастливо. Жила как-то на свете бедная вдова. И был у нее сын, Джек, да корова Белянка. Корова каждое утро давала молоко, а мать с сыном продавали его на базаре. Этим и жили. Но вот как-то раз Белянка не дала молока, и у них не оказалось еды. Мама решила продать корову и на вырученные деньги открыть лавку. Джек взял в руки повод и повел корову на базар. Не успел он прийти, как повстречался с каким-то чудным старичком. Он сказал, что не прочь обменять корову Джека на бобы. И на этих словах достал из кармана горстку каких-то диковинных бобов. Старик сказал, что эти бобы волшебны. Их нужно посадить вечером, а к утру они вырастут до самого неба. Джеку стало очень интересно, и он согласился. Домой мальчик пришел рано. Мать очень разозлилась, что он отдал самую молочную корову во всей округе за горсточку каких-то скверных бобов. Но Джек помнил слова старика и решил, что делать нечего, и посадил бобы во дворе. Поднялся он к себе на чердак, грустный-прегрустный, и заснул. Утром Джек проснулся и увидел во дворе что-то вроде большого дерева. А это, оказывается, его бобы проросли, и огромный стебель продолжал расти вверх, пока не дорос до самого неба. Джек прыгнул на стебель и полез вверх, словно по лестнице. Все лез и лез и лез и лез, пока, наконец, не добрался до самого неба. Там он увидел длинную широкую дорогу, которая привела его к огромному замку. Джек подошел к его воротам и постучал. Ворота открылись, а на пороге стояла высоченная женщина. Заикаясь от страха, мальчик попросил чего-нибудь позавтракать. Великанша впустила его, но предупредила, чтобы не попадался на глаза ее мужу, потому что он людоед. Она отвела Джека на кухню. Но не успел он съесть и половины завтрака, как вдруг весь дом затрясся от чьих-то шагов. Мальчик не растерялся и мигом прыгнул в печь. И в эту же секунду в комнату вошел людоед. Ну и большой же он был, как гора. Людоед достал из огромного сундука два мешка с золотом и уселся считать монеты. Считал, считал, наконец стал кривать носом и захрапел. Тут Джек потихоньку вылез из печи, прокрался мимо людоеда, схватил один мешок с золотом и кинулся к бобовому стеблю. Сбросил мешок вниз, а сам начал спускаться по стеблю все ниже и ниже, пока, наконец, не очутился у своего дома. Рассказал Джек матери обо всем, что с ним приключилось, и протянул ей мешок с золотом. Стали они жить на деньги, что были в мешке. Но в конце концов мешок опустел, и Джек решил еще разок попытать счастье на верхушке бобового стебля. В одно прекрасное утро он встал пораньше и полез на бобовый стебель. У порога огромного замка стояла жена людоеда. Она сказала, что не впустят его, потому что в прошлый раз у ее мужа пропал мешок золота. Но все-таки она сжалилась над бедным мальчиком и впустила в замок. Вдруг послышали шаги великана, и Джек опять спрятался в печи. Людоед вошел и велел жене принести курицу, что несет золотые яйца. Великанша принесла, и людоед приказал курице не здесь. И та снесла золотое яйцо. Довольный великан начал кревать носом и закрапел. Тогда Джек вылез из печи, схватил золотую курицу и кинулся к бобовому стеблю. Вернулся мальчик домой, показал матери чудо-курицу, и стали они жить, продавая золотые яички. Но вскоре Джеку показалось и этого мало, и он опять решил попытать счастье на верхушке бобового стебля. На этот раз мальчик залез в замок через окно. Запрыгнул в медный котел и затаился. В комнату зашли людоед с женой. Великан учуял запах мальчика, и они кинулись искать его в печи. Но его там не было. Они обыскали все углы и закоулки, только в медный котел заглянуть не догадались. Отчаявшись искать, людоед велел жене принести золотую арфу и поставить ее на стол. Под ее прекрасные звуки людоед захрапел. Тут Джек тихонько вылез из котла, схватил золотую арфу и бросился к двери. Но арфа громко заиграла и разбудила людоеда. Джек побежал, сломя голову, прыгнул на бобовый стебель, а великан за ним вдогонку. Спустился Джек до своего дома и закричал маме, чтобы та несла топор. Мать выбежала с топором в руках, мальчик схватил топор и принялся рубить бобовый стебель. Людоед почувствовал, что стебель сильно качается и остановился. Тут Джек как ударил топором еще раз и перерубил бобовый стебель. Он закачался и рухнул, а лидоед грохнулся на землю и разбился. С этого дня Джек и его мать никогда больше не знали бедности. Но мальчик очень сожалел, что из-за своей жадности они чуть не поплатились жизнью. Он пообещал, что никогда больше не будет красть и будет усердно трудиться во благо семьи. Субтитры создавал DimaTorzok